БИСМИЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ АЛЬХАМДУЛИЛЛАХ САЛАТУ ВАССАЛАМУ АЛЯ РАСУЛЛИЛЛАХ ВАЛЯ АЛИХА АСХАБИ АЖМАИН АММА БААД СУРАТАЛЬ КАУТАР БИСМИЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ ИННА ААТАЙНА КАЛЬ КАУТАР Поистине мы даровали тебе бесчисленные блага, в том числе и реку в раю. ИННА ИННА в основе два слова. Частицы ИННА, у которых для легкости был удален НУН. ХУЗИФАТ ИХДА НУНАЙХА После чего осталось ИН. И МЕСТОМЕНИЕ НА. Значит встреча трех НУНУ приводит к трудности произношения. Поэтому для легкости один из двух НУНУ ИННА удалили. ИН, ИННА в основе. Это ХАРФУ ТАВКИДИН ВА НАСПИН. Частица усиления ИННАСПА. Винительного падежа. То есть добавляется к именному предложению, где она ставит подлежащее в состоянии НАСПИН. После чего оно уже называется ИСМУ ИННА. Имя частицы ИННА. А также ставит сказуемое ХАРФУ в состоянии АРФУ. После чего оно уже называется ХАРФУ Инна. ХАРФУ частицы ИННА. То есть имя поставленное ею в состоянии АРФУ. В пределах. В пределах. В пределах. Таком снеизменемым окончанием, с ФАТХЫ над удаленным из-за встречи в Бл. НУНУ . В пределах. Таком снеизменемы на местах. В ПАДЖЕ. «Исму-Иннан» – имя частицы «Инна». «А'та» – это фи'ль «надан» – глагол прощедшего времени «мабни у аля сукунин» с неизменяемым кончайным сукуном на конце. Почему? Литтисалихи бедомиры раф'ль-мутахаррик – так как он присоединен к огласованному местоменю падежа «раф'ль» именительного падежа. «На» – это домиры муттасмин – слитное местомение «мабни у аля сукунин» с неизменяемым кончайным сукуном на конце. «Фи махалли раф'ль» – на месте падежа «раф'ль». «Фа'ль-фи'ль» – действующее лицо действия, обозначаемого этим данным глаголом. «Вальфи'ль маа фа'ль» – глагол «а'та» со своим фа'льем. «Джумлятун фи'льятун» – глагольное предложение. «Фи махалли раф'ль» – на месте падежа «раф'ль». «Хабар инна» – «Ва инна маа смеха ва хабриха» – частицы «Инна» со своим «Исмом» и «хабаром». «Джумлятун не смейтун» – именное предложение. «Ибетеда иятун» – начальное предложение. «Ла махалли ла хаминал ирраб» – не иметь места в падеже. «Ка» «Аль-кафы» – это «дамиры муттасыны» – слитное местмение. «Мабниу аля фатхан» – с неизменяемым окончанием с фатхой на конце. «Фи махалли насбин» – на месте падежа «насб». «Мафуулин бихи авволю» – первое прямое дополнение, глагол «а'та». «Аль-кауфыр» – это второе прямое дополнение, глагол «а'та» – то же самое. «Мансубан бил фатхати» – поставлен в состояние «насб», где признаком «насба» у него является «фатха». «Фасалли лраббикван хар» – «посему совершай намаз ради Господа твоего и закалывай жертву». «Альфа» – это харф «атфин» – «союз», или же лилисти «нафи» – может указывать на возобновление речи с оттенком причинности, то есть «мы дали тебе блага и посему молись», и так далее. Также «фа» здесь может быть «фауль фасихати» – «фа» – обозначающее или указывающее на скрытый шорт условия, например, «идай арафтай дайлик» – «если ты этого узнал», «фасоли» – «то молись», и так далее. В любом случае, в трёх этих вариантов «альфа» – это харф «мабнив аля фатфин» с неизменяемым окончанием с фатхой на конце. «Салли» – это фиаль амрин – глагол «повеление». «Мабнив аля хадфи» – харфи льлати с неизменяемым окончанием, чьим признаком является удаление слабой буквы. «Вахваль яу» – удалённая буква – это буква «я», на что указывает оставающаяся после её удаления огласовка «касра». «Уфа'ль и уфа'ль» – действующее лицо этого глагола «дамирин мустатрин фиихи въюджубан» – скрытое в нём в обязательной форме местемения «такдируха анта». И это скрытое местемение – это местемение «анта». «Валь фиали маа фаа'льих» – глагол «салли» со своим фаалем «джумлятун фиалитун» – глагольное предложение. «Маа туфатан аля маа кобляха» – соединено с предыдущим предложением. Или же «истенафиятун» – возобновляемое предложение. Или же «джавабы шорты» является ответом условного предложения. Во всех этих трёх вариантов это предложение не будет иметь места в падеже. Поэтому мы говорим «Ла махалла лахаминал-иараби» – не иметь места в падеже. «Ли раббика» – «Аллам» – это харфу «джарин» – предлог родительного падежа. «Мабдю аля кастрин» с неизменяемым кончанием, с кастрин на конце. «Рабби» – это «исман маджрурум бил-лам» – имя поставлено харфу «лам» – харфам «лам» в состояние «джар». «Ва аля муту «джар» – признак состояния «джар» в этом имени – это «ал-касрату-захирату аля ахири» – явная «касра» на его конце. «Валь-джарру» – вал-маджруру – харфу «джар» – и поставленное им состояние «джар» – имя «рабб» – мута'ликан бил-файли – связанное с глаголом «салли» состоят с ним в смысловой связке. Остановимся на этом, иншаллах, продолжим на следующем уроке. Валлаху а'лам.